Добрый день, меня зовут Лара Шум. Сегодня я хочу с вами поделиться одним из упражнений, из большого количества упражнений, как сделать свой голос сексуальным, бархатным, красиво звучащим и возбуждающим. Начнем вот с чего. Уважаемые зрители, вы открыли форточку, прежде чем начать смотреть это упражнение. Откройте сейчас, пожалуйста, потому что при занятии сценической речью нам необходим свежий воздух. Поставьте ноги на ширине плеч. Если вы решили заниматься сценической речью, то перед занятием обязательно сделайте простые физические упражнения. Например. Для чего необходимо делать это упражнение? для того, чтобы кровь привела вот к этой нашей части тела. Также вращение плечами и обязательно вращение тазом. Кровь заработала, она заработала в животе, она заработала везде. Затем дыхание. Дело в том, что когда у женщин появились платья с глубоким вырезом, они стали дышать грудью. А правильное дыхание – это когда мы дышим животом. Например, мужчины в большинстве своем дышат животом. Наша задача, уважаемые дамы, также научиться дышать животом. Тогда мы начнем говорить, как раз выдавая звук из живота. И голос станет бархатным. Если вы не умеете дышать животом, то попробуйте его просто расслабить. Пусть он будет у вас некрасивый. Как будто вы беременны или беременны. Вот он у вас болтается, некрасивый такой животик, мышцы расслаблены, а затем резко внутрь. То есть, ваш живот должен достать практически до позвоночника, если можно так сказать. Дальше мы берем буквы. И, Э, А, О, У, И. Вот с этими буквами мы сейчас с вами продолжим работу. В сценической речи существует такое понятие, как теплое дыхание. Мы сейчас как раз с вами будем учиться теплому дыханию. Итак, ставим нашу руку недалеко, рядом с нашим ртом. Набираем воздух в живот. И сейчас будем произносить вот эти буквы. Наша с вами задача сделать так, чтобы наша ладонь чувствовала тепло. И, Э, А, О, У, И. Чувствуете тепло? Теперь усложняем. Давайте расскажем что-нибудь нашей ладони. Можно взять простое. Наша Таня громко плачет. Главное чувствовать теплое дыхание. Наша Таня громко плачет. Уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь. Не утонет в речке мяч. Верю, что у вас все получилось. Теперь выставляем руку вперед. И добиваемся того, чтобы наше теплое дыхание доставало до пальцев. Используем буквы. И, Э, А, О, У, И. Почувствовали ваши пальцы тепло? Если да, то вы большие молодцы. Это упражнение можно делать в течение дня в любое время. Вы все большие молодцы и должны понимать, что использовать этот голос можно не всегда. Его можно использовать на свиданиях, при знакомствах. Когда вы чего-то хотите добиться, то вы включаете такую а-ля кошечку. Или вы снимаете видео, и вам надо зацепить именно мужскую половину. Перед съемкой, перед выходом на сцену вы делаете то упражнение, которое я вам только что сказала. Это теплое дыхание. А также вы можете сделать следующее. Это совет женщинам, скорее всего, большей частью. Но мужчины тоже могут попробовать. Ноги на ширине плеч. Сейчас попробуем сделать сложное упражнение. Мы делаем вдох, но делаем вдох влагалищем. Наполнились. На выдохе мы закрываем влагалище. Открываем. Закрываем. Выдох. Закрыли створки, так, чтобы наш воздух оставался вот здесь. Чтобы мы с вами наполнялись, становились такими а-ля матрешками. Еще раз давайте попробуем. Вдох. Нижней частью тела. Закрыли створки внизу. Вдохнули нижней частью тела. Выдохнули. Створки закрыли. Не дали воздуху уйти. Наполнились. И последний раз. Вдох. Нижней частью тела. И вот мы с вами сейчас наполнены. Спокойные. Кстати, это можно делать тогда, когда у вас возбужденное состояние, чтобы прийти в спокойствие. Прежде чем выйти на сцену, мы как раз с вами возбуждены. У нас адреналин. И вот это упражнение может нас успокоить. Если вам было полезно это видео, полезна та информация, которую вам сегодня дала, расскажите своим друзьям, подпишитесь на мой канал и обязательно поставьте лайк. Жду от вас комментариев под этим видео и желаю вам научиться говорить красиво и сексуально. С вами была Лара Шум. Хорошего вам дня. Удачи.